всем привет с вами дэн и у нас горячая новинка от белорусского производителя хвилина и знаете всегда меня хвилина потрясает тем что они умудряются каждую модель делать во-первых не похожий на другую во-вторых не похоже на то что есть на рынке и это особенно интересно с учетом того что большинство производителей делать как раз наоборот они делают хамажи и делают примерно одно и то же а вот хвилина и в этот раз еще одна новая упаковка для них то есть у них еще и упаковки всегда отличается я вам скажу так если кто-то вдруг далек от этой темы упаковку для продукта это тоже дорого это стоит реально дорого и сделать это дорого и я бы сказал что наверное вот тут вот я смотрю это наверное самая креативная и разнообразная упаковка на постсоветском пространстве ну вот каждая деталь нам действительно прям впечатляет так открываем смотрим здесь модель которая называется номера об этом чуть попозже что это за название здесь у нас значит есть инструкция с основными характеристиками раз уж я открыл давайте сразу проговорим кварцевый значит здесь швейцарский механизм ронда 703 свистмейт пять рубиновых камней и это один из самых надежных кварцевых механизмов из швейцарии не убиваем и их часто ставят внутри три часы поэтому отличный выбор на самом деле пять лет до не ходит где минус 10 плюс 20 секунд в месяц стекло сапфируя с антибликом внутренним корпус сталь 316 суперлюминова на метках и стрелках и собственно здесь есть еще размеры но мы их отдельно с вами посмотрим так ну и что тут здесь гарантия и так далее на русском на английском языках вот они часы смотрите у здесь бархат да ну интересно ну ладно самое главное конечно же это не коробка а часы так здесь у нас плёночка очень интересный циферблат и особенно мне нравится корпус вот это вот такая вертикальные две параллельные полосы они прямо бросается в глаза между ними как будто бы да такой вот круг циферблат интересно необычно и вот такая структура корпуса кстати смотрите позволяет ремешок вплотную поставить нет вот этой вот традиционный для круглых часов такого но иногда бывает ремешок делают полукруглый да но но когда вы покупаете какие-то ремешки на сторонние на рынке то все это так сказать портит внешний вид а здесь интересно сделано необычно я честно говоря такого еще не встречал для любителей меток стрелок до секунды я смотрю попадает хотя ронда ронда обычно не попадает вот здесь идеи для часов интересно необычно это киберпанк киберпанка как вы знаете киберпанк это всегда такое много неона футуристичной грубые формы из металла там часто из стекла до делают и именно вся коллекция номера новая она в стилистике киберпанк то здесь корпус он достаточно сложный он в некотором плане массивный благодаря таким широким ушкам и именно вот в философии жанра они его сделали поскольку в принципе эстетика киберпанка это в основном такие знаете ночные футуристичные городские пейзажи неон да вот это все так светится поэтому здесь индикация тоже вот есть элементы неона естественно потому что здесь суперлюмино у нас и сам сама такая геометрия по корпусу по циферблату она тоже идет в этой стилистике при этом здесь знаете нет какого-то китча нет перебора то есть это вполне себе универсальные часы то есть вы можете именно обсуждать вот эти какие-то элементы какие-то вот микро такие доработки не то что вот иногда знаете вот у нас часы киберпанк там или стимпанк или еще что-то и наградят нам какой-то такой извините меня фигни что на часы можно только смотреть а вот надевать их не очень хочется вот а дальше здесь тоже интересное решение по задней крышке давайте сейчас тоже здесь нас пленочку снимем на задней крышке здесь основные характеристики выписаны тоже по кругу и это все сделано в такой некоторый как будто бы до сенсорной индикации очень интересно тоже сделано потому что тоже в первый раз такое встречаю и опять же это идет в общей логике дизайна что касается название номера необычная да это язык эсперанто переводится как цифра и эсперанто это язык популярно особо популярные 20-е годы один из ну кстати на самый успешный искусственный язык кстати жаль что он на самом деле это не развивается сейчас что касается конкретных моделей потому что каждая модель имеет еще собственное наименование это уже взято из взято из названий жанров музыки которые относятся к стилистике киберпанка здесь у нас ретро вейв да по этой модели ну что по характеристикам мы с вами прошлись по дизайну прошлись и давайте наверное больше рассмотрим как раз уже какие-то маленькие такие особенности и нюансы модели посмотрите как красиво опять же параллельно сделаны здесь боковая часть корпуса причем вы видите да здесь у нас корпус максимально сложной формы максимально дорогой в производстве и в разработке потому что представьте себе за себе сколько нужно сделать образцов чтобы потом вам понравилось как вот эти параллельные линии выглядят внутри у нас оно матовое да вот пойти так сказать длинным ушком как будто бы и тоже это вот в какой-то плане напоминает стальную конструкцию может быть конструкцию моста вообще интересно и зеркальная полировка у нас по практически вот этим по ранту по боковой части по боковой части корпуса и верхняя часть ушек у нас сатинирование вообще интересно здесь аж три целых вида у нас есть мотирование зеркальная полировка и сатинирование и опять же мотирование идет по ранту рант опять же имеет такой вот желоб да по всему кругу и этот желоб перекликается и по циферблату и по ранту и по боковой части корпуса блин реально круто и как раз то что у нас грани практически всех со всех сторон по корпусу да по по ранту и здесь внутреннее кольцо внешнее кольцо она зеркальной полировкой и соответственно когда солнце светит это все переливается создает вот эти объемы и вот вы реально чувствуете эту конструкцию чувствуете что часы они прям вот состоят из этих вот можно сказать в каком-то плане бесконечных геометрических форм понятно что здесь придется чистить то есть если будет попадать грязь пыль да здесь придется там использовать условно там взять зубную щетку и почистить и промыть но а здесь отмечу что поскольку водозащита 50 метров то в принципе эти часы можно под душ да если что и помыть их можно помыть их можно будет здесь кстати говоря о циферблат тоже дайте стрелки сейчас переведу циферблат тоже с интересными такими гранями потому что у нас получается ну во первых здесь такая своего рода железная дорога папа по краю хотя не совсем напоминает железо дорогу скорее такую более футуристичную железо дорогу может быть хайпер луп да проводя современные параллели накладные метки и опять же вот этот объем циферблата он здесь тоже чувствуется но при этом не нравится как как обыграно вот суперлюминова у нас на метках и она же на стрелках и одинаково да такие вот закругленные здесь все формы и они хорошо перекликаются между собой очень аккуратно очень ненавязчивый здесь логотип свист кварц да ну в принципе в плане вот какой-то вот чтобы не было здесь пустого циферблата наверное надпись тоже окей и в принципе симпатично стрелка и немножечко с ремнем опять же да одна тональность тоже интересно да кстати еще не сказал что эта лимитка 1000 штук и соответственно каждые часы имеют свой индивидуальный серийный номер не как говорится не поскупились сделать еще и номер на задней крышке индивидуально что касается ремешка очень классный матовый ремешок хорошо сочетается опять же с матовым циферблатом мягкий невообразимый мягкий легкий такой я думаю что удобно но эти часы явно требуют просто разнообразие ремешков потому что здесь ну очень много чего может подойти в том числе действительно какой-нибудь там киберпанк футуристичные ремни застежка достаточно такая простая немножечко может быть сверхмассивно я бы хотел видеть здесь какую-то кастумную застежку под под корпус но это такая незначительная вещь еще не хватает на здесь системы быстрой замены ремешка вот тоже было бы здорово ну ладно давайте кстати по размерам поговорим потому что здесь не очень интересные размеры здесь достаточно длинные ушки при том что корпус не такой большой 41 даже чуть меньше по диаметру высота стекло здесь плоская 9.5 даже 9.4 и это здорово по ремешку 20 и от ушка до ушка смотрим 52 этот момент обязательно учитывайте мое запястье 18 с половиной и вот что мы получаем то есть ушки они достаточно длинные но они при этом загибаются вниз как мы уже с вами неоднократно смотрели да но если запястье мне кажется где-то 17 с половиной то могут не сесть а вот на крупные запястья на средние запястья здесь самый раз и мне нравится как эти ушки так переливается и они обхватывают как бы ваше запястье и тоже здесь какой-то такой футуристичный вид потому что раньше такого не встречал как будто какие-то знаете такая конструкция стальная вас вот обхватывает как браслет ваше запястье здесь это тоже очень даже необычно выглядит что касается цены то она составляет 14 тысяч 900 рублей и специально для моих подписчиков промокод на скидку 10 процентов гитатру 2 оставлю его в описании к ролику он будет действовать в течение месяца после выхода этого ролика так сапфир у нас здесь присутствует что касается веса давайте посмотрим вес 65 с небольшим грамм так поехали матовый циферблат у нас накладные метки очень красивые и сделано все на очень высоком уровне ну и теперь как раз время полюбоваться как раз этими гранями многочисленными по корпусу сатинирование все вот эти вот у нас выемки слушайте ну хвилина делает прям вещь прямо искусство я бы даже сказал потому что кто еще на постсоветском пространстве вот так вот старается относительно дизайна по каждой модели делает что-то прям всегда совершенно новым я думаю раз-два и обчелся корпус класс так задняя крышка ну и застежка ну что очередной удачный проект от филины я могу вам порекомендовать только зайти на их сайт и посмотреть другие часы для другие версии другие истории и идеи потому что там действительно есть что присмотреть для своей коллекции у меня там все всем пока с вами был дэн увидимся а